Оксана Руслев, здравствуйте! Сегодня я бы хотела поговорить с вами о 20, может быть, где-то более профессий, которые будут востребованы на протяжении следующих 10, возможно, 15 лет. Кому будет интересно это видео? Это видео интересно школьникам, которые сейчас определяются с выбором, может быть, вуза или курса, и студентам, которые сейчас заканчивают бекалавриат, и на пороге поиска своего места в жизни, поиска карьеры, где построить карьеру, в какой компании, и так далее. Это также будет полезно тем людям, которые уже имеют базовое образование, базовый какой-то кругаунд, возможно, уже какую-то карьеру построили в той или иной сфере, которым 30, 40, 50 лет не важно. Возможно, те люди, которые хотят что-то изменить в своей жизни, или найти себе другую профессию, или как-то себя реализовать в другом деле. В общем, это видео практически для всех. Итак, это видео о 20 профессиях, которые будут востребованы в течение ближайших 10 лет. Итак, по обзорам таких компаний, как Monster, Glassdoor, это те компании, которые очень заинтересованы с нами сотрудников, делался этот видеообзор. Первое, о чем я хотела бы поговорить, о том, что сейчас, конечно же, в тренде любая автоматизация. И еще где-то 15-20 лет тому назад те технологии, которыми мы сейчас пользуемся каждый день, не были доступны нам совершенно. И, соответственно, и те же профессии, которые поддерживают эти технологии, также не было. То есть, каждый день возникают все новые и новые профессии, которые необходимы сейчас рынку. Что еще хотела бы в самом начале упомянуть, то, что рынок сейчас очень живой, очень быстрый. И реагировать на его потребности, на эти тенденции нужно также очень быстро. Если, естественно, хотим быть успешными и быть на волне успеха, и быть на волне бизнеса. Первое, о чем я хотела бы поговорить, это сфера медицины. Опять же, по данным того же Монстра и Глаздора, работники в сфере медицины сейчас наиболее востребованы в сфере биохимии, биоинженерии. Все терапевты, доктора, хирурги крайне востребованы сейчас профессией. Также хотела бы упомянуть о младшем медицинском персонале. Не секрет, что сейчас население планеты начинает стареть. И сиделки, специалисты по уходу за пожилыми людьми, которые могут делать массаж или поухаживать за лежачими больными, они очень востребованы, и они также востребованы не только на рынке России, но и на рынке США, Канады, Австралии, Китая и так далее. Что касается медицинских профессий, то здесь тоже хотела бы упомянуть, что такие профессии, как доктора, терапевты, биоинженеры требуют достаточно серьезной подготовки. Однако младший медперсонал, сиделки, они не требуют очень долгого обучения. И вы, приезжая за рубеж или здесь, где-то в России, можете себя реализовать очень быстро. И потом потихоньку двигаться по карьерной лестнице. Также, заканчивая в медицине, хочу сказать, что IT-технологии в медицине будут востребованы крайне. И сейчас они также очень востребованы. Что я имею в виду? Это автоматизация клиник, это работа с роботами, которые могут управлять операциями, хирургические какие-то манипуляции производить. То есть вся эта автоматизация идет в медицину, и, соответственно, все эти IT-специалисты тоже очень востребованы, особенно в медицине. Следующее, второе, о чем бы я хотела поговорить, это все профессии, которые связаны с креативными профессиями, которые связаны с творческими профессиями. Это те профессии, которые раскрывают творческий потенциал человека. К счастью или к сожалению, роботы еще не научились делать очень хороший контент. Роботы не научились делать хорошие фотографии. И я сейчас говорю о таких профессиях, как дизайнеры, видеоинженеры, видеооператоры, видеоблогеры, фотомонтажеры, фотооператоры. Все, что связано с контентом, все, что связано с наполнением сайтов, блогов, каких-то рекламных вещей. Это, к счастью или к сожалению, скорее к счастью, эти люди еще, роботы еще не научились делать так хорошо, как это делают люди. Ни один конструктор не сможет сделать вам высококачественный дизайнерский проект. Поэтому, все, что связано с креативом, вперед. Ближайшие 10-15 лет вы на волне. Следующая тема, о которой бы я хотела поговорить, ту сферу, которую я хотела бы застрелить, это продажники. И здесь мнения немного разделились. Сейчас, буквально какое-то время тому назад, в очень серьезном высоком тренде были чат-боты. Однако, они не оправдали тех ожиданий, тех надежд, которые на них возлагали. Когда были созданы чат-боты и выпущен рынок, все вздохнули с облегчением и сказали, ну вот, наконец-то мы сможем теперь убрать эту свою головную боль, эту свою потребность в супер-хороших продажниках подключить чат-боты. Однако, они не оправдали себя настолько, насколько было заявлено. И выстраивание долгих отношений в бизнесе, выстраивание долгих цепочек продаж, персонализированной продажи. Возможно, только человек-человек-человек бизнес, когда взаимодействуют люди. И, конечно же, продажники с хорошим языком, с хорошими презентационными навыками, они будут востребованы еще очень и очень долго. Любой бизнес, любой клиент хочет индивидуального решения. Поэтому, продажники, прокачивайте свои навыки, учитесь ораторскому искусству, учитесь выступать на публике, учитесь делать супер-презентации, и вы будете в тренде еще очень долго. Следующее, о чем бы я хотела поговорить, это сфера ресторанного бизнеса, то есть о еде. И здесь, опять же, двояко. Если мы говорим о ресторанном бизнесе, как о системе фастфуда, то мы уже повсеместно, даже в маленьких городах, уже видим везде, что везде есть робот, везде есть автоматика. То есть вы включили автомат, вам налили кофе, вы заплатили, кинули монетку, вам выплыл, выскочил какой-то бутерброд, уже готовый. Водичка, шоколадка, кексик и так далее. То есть все, что связано с фастфудом, все будет автоматизировано. Однако, все, что связано с рестораном, все, что связано с семейным питанием, все, что связано с высокой кухней, будет только развиваться. Особенно в крупных городах. О чем я говорю? О том, что шеф-повара и специалисты по здоровью питанию будут востребованы как никогда. Потому что, особенно в больших городах, почему? Потому что люди становятся все более и более экономическими, зависимыми, финансово свободными. И, конечно же, очень многие хотят красивого дизайна в ресторане, красивого оформления еды. И плюс ко всему, чтобы это было еще и сбалансировано, красиво, питательно и вкусно. Поэтому шеф-повара, люди, связанные с системой здорового питания, это будет очень востребованно. Следующая тема, о которой я хотела поговорить, которую хотела затронуть, это сфера образования. Она моя любимая. Сфера образования. Рынок образования сейчас очень сильно трансформируется. О чем я говорю? О том, что сейчас вот эта тенденция, что, а, иди в школу, иди в детский сад, иди в детский сад, в школу, в университет, получай профессию, и она будет работать на тебя 20-30 лет ближайших, как это было там, допустим, с поколением предыдущим или предпредыдущим. Это не работает совершенно. Еще 20 лет тому назад, когда я вышла из университета, и первой моей работой была учительница в школе английского языка, я пришла и поняла, что система не отрабатывает себя на 100%. Это, мягко говоря, не отрабатывает на 100%. Я поняла, что система не до конца дает то, что должна давать. И сейчас тенденция все еще более и более усиливается. Если мы посмотрим на опыт Финляндии, это достаточно передовая страна в сфере образования, они делают сейчас такой эксперимент. Выбирают таланты ребенка, его предназначение с самого раннего возраста. И дают возможность этот талант, это его предназначение развивать с самого начала. Не вбивая ему в голову массу других каких-то вещей. Что получается на выходе? На выходе они получают ребенка, человека уже к концу учебного школьного процесса, именно по окончанию школы, который уже готов к современным реалиям и готов к жизни в современном мире. В России, я хочу сказать, что тоже есть очень много, уже создается много каких-то таких новаторских схем по обучению, новаторских методик по обучению детей, что не может не радовать. Однако система все равно остается еще системой. Это что касается школьного образования. Что касается образования в общем, системы образования в общем, то здесь трансформации налицо. Первое, о чем я хочу сказать, что образование очень сильно идет сейчас в онлайн. И тот преподаватель, который может обучать онлайн, он востребован, конечно, будет очень сильно в ближайшие годы. Что касается, сейчас очень востребованы такие, такой формат обучения, как курсы, где ты получаешь непосредственно выжимку знаний, определенный навык и уже готов идти в рынок, зарабатывать деньги даже без нарабатывания опыта работы, даже без вот этого периода раскачки. Что касается языкового образования, то это просто супертренд. Сейчас уже практически неприлично не знать языка. И учителя, которые перетрансформируют себя в, скажем так, в онлайн процесс, люди, которые занимаются образованием и обучением языков, они тоже очень в тренде. Также сейчас очень востребованы такие тоже краткие, достаточно сжатые курсы по смене профессии. Потому что многие люди, которым 30, 40, 50 лет, получив профессию, поработав какое-то время, поняли, что их специфика, их специализация, она уже рынком не востребована. И используя тот багаж знаний, те навыки, которые они приобрели в течение жизни, благодаря курсам переквалификации, они могут, естественно, уже быть востребованы рынком и конкурировать с молодым поколением. Это очень сейчас в теме, очень востребованы. В заключении о сверхпрофессии, которые будут востребованы точно на протяжении 10-15 лет, это, конечно же, разработчики. В самом начале видео я сказала о том, что все автоматизируется. Любую сферу возьмите, все автоматизируется до максимума. Поэтому разработчики всего, всея. Они будут востребованы однозначно. Если любите математику, формулу, переквалифицируйтесь или получаете эту профессию. Разработчики всего. То есть это автоматизация каких-то процессов, это анализ данных, это написание каких-то приложений, то есть всего абсолютно. Очень хорошо. Итак, резюмируя все, что я сказала. Медицина. Биохимики, биоинженеры, доктора, терапевты, младший медицинский персонал, сиделки. Сфера IT, антитехнологии в медицине. Сфера креативной профессии. Дизайнеры, видеомонтажеры, видеоблогеры, фотографы, фотооператоры, фотомонтажеры и так далее. Это все люди, которые будут востребованы в сфере креатива. Сфера продажники. Продажники, люди, которые умеют делать хорошие презентации, выстраивать долгие отношения в бизнесе, делать долгие продажи и выстраивание таких связей, бизнес-связей. Это очень востребованно. Сфера еды, ресторанного бизнеса. Шеф-повара, специалисты по здоровому питанию. Супер. Сфера образования. Это учителя, воспитатели, специалисты, которые будут работать на курсах переквалификации, которые будут обучать непосредственно тем профессиям, которые востребованы здесь и сейчас. И разработчики всего. Это forever. Итак, резюмируя все, что я сказала, хочу вам задать один вопрос. Как, на ваш взгляд, где английский язык может быть невостребован? Конечно, мы можем быть докторами, мы можем работать где-то в медицине или в ресторанном бизнесе без знания языка. Однако, если мы говорим о языковом образовании, об образовании в принципе, о разработчиках, о дизайнерах, о каких-то креативных профессиях, то все очень-очень сильно связано с языком. Даже в бизнесе, даже в условиях, скажем так, выстраивания отношений, вы все равно не продвинетесь по карьерной лестнице без знания хотя бы одного дополнительного языка. Я не буду, кроме русского. Поэтому хочу еще раз сказать о том, что тенденция на обучение языковое, обучение, скажем так, языкам, она не то, что не перестает расти, она будет все выше и выше, все больше и больше. Есть тенденция, есть, скажем так, такое мнение о том, что будет очень востребован в ближайшее время китайский язык. Здесь я бы поспорила. Именно потому, что китайский язык, да, он очень сейчас популярен, и многие стараются его изучать. Хочу отметить тот факт, что китайский язык достаточно сложный. И сделать его языком бизнеса, сделать его, скажем так, международным языком, очень-очень сложно представляется возможным. Поэтому мне кажется, все-таки, тренд китайского языка, он, ну, как бы несколько преувеличен. Я бы хотела обратить ваше внимание на английский язык. Это то, что должно быть. Это must have. На втором месте я бы выделила, конечно, испанский язык, потому что... Изучение испанского языка. Почему? Потому что все-таки полпланеты говорят на исп... Пол Америки говорят на испанском языке. Очень много государств и стран говорят на испанском языке. Конечно, на китайском тоже будет, но он сложный. Английский и испанский — это языки, которые легки в обучении. За два-три месяца можно реально прокачать себя на говорении, на любых навыках английского языка. Ну, об этом я рассказываю в других видео, на других вебинарах и на других мастер-классах. И обязательно вас приглашу. На этом у меня все. И как мы увидели, что профессии будущего, а не так или иначе, очень сильно подвергнут с языком. Если вам понравилось это видео, то, пожалуйста, дайте об этом знать, подписывайтесь, ставьте лайки. В общем, все как положено. И в следующем видео, о чем бы вы хотели узнать, о чем бы мне вам рассказать. Потому что, имея тот бэкграунд, тот опыт работы, то образование, и тот просто жизненный опыт, который я имею, а это и преподавание в школе, и преподавание как репетитора, и как основателя онлайн-школы английского языка, и в будущем мы планируем с моими коллегами сделать онлайн-школу испанского языка, и как человек, который посвятил более 18, порядка 20 лет именно HR-консалтингу. То есть, в принципе, вот такой мой бэкграунд, вот такой мой опыт. Поэтому, может быть, вам было бы интересно, чтобы я осветила такие темы, как обзор заработных плат в США, в Канаде, в Австралии, в каким-то сферах, допустим, либо это обзор заработных плат в больших городах нашей страны, то есть, Москва, Питер, еще что-то, вот тоже в каким-то сферах. Может быть, вы хотите обзор, куда идти, пойти учиться, обзор курсов, обзор языковых онлайн-курсов, обзор курсов переквалификации, а, возможно, просто вузов. Пожалуйста, откликнитесь, пишите, и мы сделаем то, что будет полезно. Всего доброго! До свидания! See you! Good bye!